всем привет дорогие друзья привется сегодня 3 марта и завтра я улетаю в бишкек поэтому в этом видео покажу вам свои приготовления к поездке поеду сдавать тест на коронавирус покажу вам расскажу как это все дело происходит и также мы съездим с вами в махмутлар ну и обязательно спустимся на берег моря без моря я вас не оставлю ну а в следующем видео вы уже увидите всю мою поездку из анталии до бишкеков поэтому обязательно подписывайтесь я думаю что будет интересно если у вас есть какие-то вопросы обязательно пишите комментарии ну и конечно же в описании к этому в описании к каждому видео есть мой телефон ватсапа пишите буду рада ответить на все ваши вопросы но сейчас первым делом еду в сторону бывшего магазина кипа где находится мой зубной врач кстати по поводу зубного делаю для вас отдельное большое видео потому что процесс лечения у меня достаточно долгий три пломбы здесь лечение канала здесь и будет еще коронка вот здесь три пломбы сделали канал вылечили поставили кстати еще здесь сверху одну пломбу и последнее после того как я вернусь будет лечение будет будут ставить здесь коронку поэтому обязательно подписывайтесь я думаю что вам тоже будет интересно 3 марта в алании стоит очень хорошая погода немного облачно возможно будет дождик потому что вчера был дождик но погода очень теплая весна началась ну и конечно же дело к лету поэтому с каждым днем все теплее и теплее мое второе посещение клиники самар дертал с лечением вот этого канала в прошлый раз доктор почистил три канала 4 канал у меня оказался очень сложным поэтому мне положили какой-то туда и лекарства и лекарства и сегодня смотрим этот четвертый канал наверно заканчиваем да ну доктор посмотрел когда тогда лечение канала проходит несколько этапов это зависимости как вы будет ситуация зуба поэтому мы смотрим у нас к нам никаких проблем у меня не было то есть не болел несмотря на временную фонду все нормально и я надеюсь что сегодня с этим зубом мы закончим врачи говорят все правильно каждые шесть месяцев осмотр и чистка обязательно чистка камни потому что чем больше скапливается камней у нас соответственно тем больше развиваются бактерии инфекций а это может потом привести к кариесу либо каким-либо другим негативным последствиям поэтому чистку обязательно каждые полгода мы приехали в государственную клинику здесь дают тест на коронавирус какие условия сдачи теста первое нужно взять с собой копию паспорта и билета без распечатанной копии паспорта и билета вы не сможете сделать тест и стоит тест 200 250 лир в общем приезжайте и в течение там 24 часов этот тест приходит вам на электронную почту на турецком и на английском языке в алании в различных клиниках как государственной так и в частной можно сделать этот тест поэтому это не составляет вообще никаких сложностей и очередей тоже нет мы приехали кестель по дороге в махмутлар заехали в кестель с этого пляжа я вам еще не снимала моря и здесь вот в кестеле видите такой красивый парк летом включает этот водопад подсветка здесь тоже очень шикарная ночью здесь есть тренажеры можно заниматься ну и конечно же очень красивые виды открываются на море давайте с вами сейчас спустимся на пляж здесь очень все облагорожено обустроено в кестеле не так много отелей всего пара отелей очень много новых резиденций в одном из прошлых видео я вам показывала вот таким вот образом видите отгородили территорию одного из комплексов пляжного бара одного из комплексов чтобы море волны не повредили здесь обустройство пальмы территорию в общем очень симпатичный такой хорошенький пляж здесь на пляже в кестеле тоже песок есть галька если например дойти до самого края моря то там уже начинается галька кестеле такая же история пляж есть вход в море где камни есть вход в море плавный вот смотрите друзья конец февраля начало марта у нас уже 3 марта и вы видите народ купается и плавает кто-то меня спрашивал когда начинается сезон так вот для кого-то сезон не заканчивается ни как да ну а если говорить о сезоне о том когда вода уже становится теплой то народ уже с конца апреля начинает купаться мы например начинаем купаться с начало мая да а Продолжение следует... Вот такая вот красивая обустроенная набережная в Кестеле. Очень зелено даже зимой. Ну а мы едем дальше в Махмутлар. Наступил следующий день, 4 марта, и я направляюсь в аэропорт. Вот мой рейс в 19.45, но в билете написано, что в аэропорт нужно приезжать за 3 часа. Тест распечатала. Тест можно распечатать совершенно свободно с интернета. Снова ходить в больницу не нужно. Тест как на английском, так и на турецком языках. И с этим тестом, поскольку я лечу не в Россию, я лечу в Кыргызстан. Лечу я на международный женский форум. При въезде в Кыргызстан необходимо иметь при себе тест, негативный тест, который сделан в течение последних 72 часов. Эту дорогу, которая ведет из Алании в Анталию или из Анталии в Аланию, знают, конечно же, многие из вас. Потому что, когда вы прилетаете в Анталию и едете в Аланию, всегда проезжаете по этой дороге до Алании и обратно в аэропорт. По дороге мы проезжаем и Манавгат, один из тоже крупных городов Анталии. Ну и, конечно же, многочисленные-многочисленные отели. Мы их уже проехали. Укуджалар, Конаклы и так далее. А также здесь есть большое количество сельскохозяйственных плантаций, которые будут чуть дальше, пока мы еще видим море и не доехали до Манавгата. А вот в стороне Манавгата их уже большое количество. Вот как раз мы в Манавгат и заехали. А если вы прилетаете из Анталии, например, в Кемер, то вы также едете по красивой живописной дороге. И если вы хотите посетить интересные места, отдыхая в Кемере, также съездите в Демре, Финики, Каш и так далее. Там тоже очень-очень красиво. Вот, например, один из стареньких, маленьких, вот таких вот типичных отелей на берегу моря, которые, кстати, совсем недавно отреставрировали. Также, если говорить об ограничениях в аэропорту, кстати, все, что происходит в аэропорту, вы увидите в следующем видео. В этом видео я вам просто показываю дорогу и рассказываю последние новости. В аэропорт пускают только пассажиров, у которых есть HES-код. HES-код получить очень просто. Я об этом и раньше всегда говорила. Либо в приложении, которое, если у вас есть турецкий номер, либо, если у вас нет турецкого номера, по СМС в описании к видео смотрите, как это сделать. Ну, а для того, чтобы попасть на самолет, тоже ничего сложного нет. Только, ну, естественно, необходимо иметь маску и соблюдать все необходимые меры социального дистанцирования, когда вы сдаете багаж или стоите в очереди на посадку. Других никаких, в принципе, ограничений нет. Кстати, если говорить о тесте, то тест необходимо иметь при себе, когда вы прилетаете в Турцию. Поэтому, когда я буду возвращаться из Бишкека, мне также необходимо будет там сделать тест, чтобы влететь в Турцию. Посмотрим. Кто-то мне написал в комментариях, что до июля месяца продлили наличие... Нет, не наличие теста, а что с июля месяца будут пускать в Турцию только при наличии прививки и так далее. Нет. И таких разговоров даже нет. Сейчас требуется только наличие отрицательного теста, который действительно... Действительно в течение последних 72 часов. То есть, если вы его сделаете, в течение последних 72 часов, если вы прилетаете в Турцию. Поэтому никаких сложностей с этим совершенно нет. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, что оно было для вас полезным. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите комментарии или мне на WhatsApp, которые есть в описании к видео. Ну, а в следующем видео я вам покажу, как я лечу, что происходит в аэропорту. В общем, если будет что-то интересное, обязательно это сниму. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Солнца и прекрасного настроения, такого, как у нас. Всем всего хорошего. Пока-пока. 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 Как вы думаете, где я нахожусь? Нахожусь я уже где-то недалеко от Анталии. Сегодня у нас 17 февраля, и я еду в аэропорт для того, чтобы встречать одного из очень важных и почетных гостей, который прилетает в Анталию и посетит также и нашу Аланию. Я хочу обсудить с вами несколько своих наблюдений, тем, ну и, конечно же, послушать ваше мнение, потому что мне очень интересно, что вы думаете по этим вопросам. Самый первый вопрос, который я хотела обсудить с вами, это прежде всего блогеры, которые снимают видео о Турции. И, несмотря на то, что меня также называют блогером и совершенно не знающие мою историю, то, чем я занимаюсь, как я живу, люди, пишут мне комментарии о том, что, ну, последний комментарий, это был просто, ну, кроме того, чтобы посмеяться над этим, больше сказать нечего. Это был комментарий о том, что все русские приперлись в Аланию, кушать вам там нечего, деньги вы там зарабатывать не можете, а снимаете все видео на Ютьюбе. Так вот, ребята, что я хочу вам сказать. Начав снимать видео об Алании в 2016 году, по-моему, или 2017, я уже не помню, я была одной из первых, кто завел канал на Ютьюбе. Причиной появления моего канала на Ютьюбе было отнюдь не желание заработать какие-то деньги, а в первую очередь это была причина не забыть русский язык, и так или иначе хотя бы пару раз в неделю снимать видео и говорить на русском языке. Почему? Потому что я общаюсь со своими родными родственниками, конечно же, на русском языке, но на русском языке, который требует разъяснений, пояснений и так далее, с этим у меня возникли проблемы, поэтому я решила, что никаким другим способом, скажем так, практиковать свой русский язык у меня, других способов у меня нет. Поэтому я решила завести канал на Ютьюбе и снимать видео об Алании. Это была одна из первых причин общения на русском языке. Да, это может показаться странным, как возможно забыть русский язык, но забыть его возможно, потому что когда ты не говоришь на языке много лет, на языке общения, на языке переговоров и так далее, то, конечно же, ты его начинаешь терять. Так вот, многие блогеры, которые приезжают в Аланию, и да, кстати, завела я свой канал, и стала я рассказывать об Алании после многих лет проживания в этом городе, потому что не прожив в Турции минимум пяти лет, не понимая вообще ситуацию и как живет страна, культуру этой страны, язык, традиции, не объехав полстраны вдоль и поперек, невозможно рассказывать об этой стране. Можно рассказывать о своей жизни в этой стране, но рассказывать о других людях, о турецкой культуре, языке, и образе жизни турок, даже не зная языка, мне кажется, это некорректно. Поэтому, имея уже какую-то информацию и опыт здесь, я стала рассказывать о Турции. Но, прожив в Турции даже 10 лет, и имея доступ и к первоисточникам информации, зная турецкий язык, более-менее понимая ситуацию, как живет страна и люди, я все равно говорю о том, что я не могу знать все. Так вот, те блогеры, которые приезжают в Турцию, и с первых же день начинают рассказывать о том, как живет страна, и рассказывать о своих стереотипах жизни турецких женщин, мужчин, отношениях в обществе, отношениях между людьми, ну, честное слово, на это у меня просто уже не осталось никаких эмоций, несмотря на то, что я их не смотрю.